С портфелями и в деловых костюмах привычный образ госслужащего этим рабочим утром разбавляет электросамокат. Среди тех, кто во всемирный день без автомобиля решил пересесть из автокресла за руль более экологичного транспорта, сотрудники отделов районовой и городского исполкомов – всего 14 человек. «Мы, работники Пинского райисполкома, решили в этот день избрать альтернативный способ проезда на работу. Заказали самокаты в шеринговой компании и группой людей, которые имеют навык вождения самокатов, мы решили приехать на работу именно на электросамокатах. Это экологично, это современно, молодежно». Юристы и специалисты по сельскому хозяйству, торговле, архитектуре и образованию. Рядовые сотрудники – молодые руководители Пинчины. Все их объединяет желание. Сделать свой родной город хотя бы на день чище и экологичнее. «Каждый госслужащий в первую очередь должен поддерживать данные акции. Это интересно, это правильно, и мы с удовольствием всегда принимаем в этом участие». Дмитрию Рябковцу из местной природоохраны к разовой акции можно и не присоединяться. Он уже давно расставил приоритеты. Имея водительские права и автомобиль, он отдал предпочтение велосипеду и самокату. Таким образом, стал инспектором по охране природы не только на работе, но и после. «Во-первых, скорости не теряю вообще. То есть, набираюсь на работу, так же на самокате и на автомобиле одинаково. Я живу в Галево, и мне добираюсь на работу 15 минут. И на машине, и на самокате. Ну, это не передать. Кто покатился один раз хотя бы, он уже понимает. Это совсем другое ощущение. Вы в свободе, вы двигаетесь по воздуху, слышите, как птички вот щебечут. И сейчас это наблюдаем очень хорошо». Хорошо человеку, а для окружающей среды просто отлично. Ведь при сознательном сокращении времени, проведенного за рулем автомобиля, выбросы вредных выхлопов в атмосферу уменьшаются в разы. Чтобы еще раз напомнить об этом пинским водителям в рамках республиканской акции «Беларусь за чистый воздух», в городе прошла совместная акция ГАИ и экологов. «В честь акции «День без автомобиля» проводим замеры от автомобильного транспорта. Это наша непосредственная работа. По результатам сегодняшних исследований мы видим, что все автомобили достаточно чисто и все в пределах норматива». Как отметили сотрудники лаборатории, в Пинске наблюдается положительная тенденция. Обновление автопарка в городских организациях и предприятиях положительно сказывается на городском воздухе. Критических превышений уровня вредных выхлопов не наблюдается.